Вот. И я могу сказать, что ребята, которые у меня выходят тоже в состоянии не еды, у них происходят процессы очень-очень и очень похожи на мои. То есть это тоже не через бантики-цветочки, это тоже через боли, через вот эти вот, когда приходит информация, которую ты не можешь воспринять, потому что ты даже не понимаешь, о чём она. Это нет в твоей голове, это нет в твоём воображении, это вообще нет в твоём мире. И то, что ты начинаешь видеть, ты даже близко не можешь приблизить это к тому, что у тебя может сформироваться в твоей голове. И вот это ты себя начинаешь чувствовать как ничто. Ты даже не можешь никому ничего рассказать, потому что у тебя нет таких слов, чтобы рассказать. Ты не можешь даже рассказать о своём внутреннем состоянии, о своей внутренней боли, потому что такого описания той боли, которая происходит внутри тебя, её тоже нет. И ты вообще, получается, как будто бы ты становишься всем, но ты оторвана от всего. И вот это вот, когда ты впадаешь только в это состояние, с ним жить, но достаточно не в том, что тяжело, а нет даже понимания. Нет понимания, тебе хочется обратно из него выйти, потому что ты не понимаешь вообще, кто ты стал, кто ты есть. И не у кого спросить, но сейчас мы с ними общаемся, что я есть. И мы с ними общаемся, и они действительно говорят, я понимаю, о чём ты говорила, когда вот эти или эти вещи, сейчас только понимаю. вот, и почему еда? Еда, она же стала на каком-то этапе, то есть люди не так давно, уже я повторюсь, не так давно начали есть. И начали есть, когда, это как раз тогда, когда начали приходить новые знания, новые знания с Земли, потому что мы — это не только Земля, это как бы, Земля, это как, я не знаю, как город, да? Вот, а ты можешь понимать, что ты, например, с другого города, с другой страны, да? Вот, и когда ты понимаешь, что ты начинаешь опознавать этот, вот этот город, эти вибрации города, и твой город, и твой планеты, и когда твой аватар начинает подстраиваться, чтобы быть единым композитом с этой планетой, он начинает, начинают запускаться внутренние органы под эту вибрацию. И это больно. Если вот таким обычным языком говорить, это больно. И чтобы заглушить эту боль, то есть человек, едящий, он не чувствует это, как можно сказать, дар Божий, не чувствует своих органов. И ты, когда не чувствуешь своих, ты, когда чувствуешь свои органы, это больно. Ты слышишь, как, ты слышишь, ты чувствуешь, как течёт по венам твоя кровь. Ты слышишь и чувствуешь, как работает каждый твой орган. И ты не можешь соединиться с этой землёй, тебя всё равно выбрасывают во Вселенную. И вот чтобы принять те вибрации, на которые нас поселили, давайте так это скажем, то далее обезболивающее то, что начала производить эта земля. И вот это вот сыроедение, да? И вот когда человек начал есть, то тогда закрутились процессы так, на тех вибрациях, что человек перестал чувствовать свои органы. Ребятки, всем привет! Это мой резервный канал. Здесь я выкладываю некоторые видео, но на вопросы я не отвечаю здесь, потому что даже их не читаю. Если вам нравятся мои видео, если вы их смотрите, то, конечно же, присоединяйтесь к моему основному каналу. Все ссылочки будут под этим видео. И, конечно же, на основном канале вы можете зайти в комментарии, задать мне любой вопрос. И тогда я его либо вам напишу, либо озвучу в каком-нибудь из своих видео. Также я приглашаю вас на свой канал в Телеграм, где вы можете пообщаться по теме автономии и просветления. Работе с сознанием, и не только, со мной и с другими участниками. Нас уже, ребят, больше десяти тысяч. Я вас всех очень жду!